Медицина – одно из главных направлений в развитии жизни каждого общества – сострадание, оказание помощи и консультации. В эту сферу идут только неравнодушные люди. В нашем регионе трудятся около 42 тысяч медиков, из них 6700 – врачи и 17,5 тысяч – средних медработников. Ряды молодых специалистов САВЭКС-то пополнят 268 врачей и 450 средних медработников. Усовершенствуется и материально-техническая база учреждений здравоохранения, в том числе так называемым тяжелым оборудованием, магнитно-резонансными и компьютерными томографами, а также ангиографами. Мы дальше развиваемся, как и планировалось не только по Брестской области, а по всей республике, развитие тяжелым оборудованием, высокоточным оборудованием. Это межрайонные центры. Брест, Баранович и Пинск. Там устанавливается более точное оборудование, более тяжелое оборудование, магнито-резонансные томографы, компьютерные томографы и ангиографы. В этом году введено уже в эксплуатацию три компьютерных томографа. Это Лякович, Каменец и Дрогичин. Это новые аппараты Симонс, 64 среза, то есть высокой информационной возможности. То есть аппараты тоже высокого класса. И идем так, что не только в межрайонных центрах будут обследоваться на компьютерной томографии, но и в районах. Модернизируется материально-техническая база учреждений здравоохранения. В конце месяца в строю введут обновленный корпус Брестской детской областной больницы. Масштабные работы и в Жабинке здесь реконструируют реанимационные отделения. Новый корпус хирургического и кардиологического профиля возводят в Брестской областной клинической больнице. В Пинске строится инфекционное отделение с последующим переходом на реконструкцию 12-этажного здания Пинской центральной больницы. Мы начали делать ремонт фельдшерских и акушерских пунктов на амбулаториях. На эти цели Юрий Вячеславович Шулейко выделил 10 миллионов 272 тысячи. Они распределены именно соотносимо, сколько есть фельдшерских и акушерских пунктов и амбулаторий врача в общей практике в каждом регионе. И поставлена задача навести порядок в этих учреждениях до 31 декабря 2023 года. В зале представителей медицинской сферы всего первого региона специалистов поприветствовал глава Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко. Прещине есть чем гордиться. Она сегодня занимает по праву лидирующие места в отдельных направлениях и значимых. Сегодня есть у нас материально-техническая база. У нас есть сегодня научные наработки, высокая квалификация врачей. Горжусь в целом нашим огромным, нашим резким коллективом. Я желаю вам, как и любому человеку, крепчайшего здоровья, конечно. Юрий Витольдович вручил заслуженные награды представителям сферы здравоохранения. Всегда мне моя работа нравилась, невзирая на какой должности я работала. Я ни одной минуты никогда не пожалела о том, что я пришла в медицину. И я всегда получаю удовольствие и удовлетворение от собственной работы. Эндокринолог – это невероятная профессия, это действительно мое призвание, это моя жизнь. Наверное, в жизни есть гармония, так вот есть в человеке гармония в гормонах. Поэтому я эндокринологом работаю уже около 25 лет. Более 10 лет я возглавляю областную консультативную поликлинику, где представлено очень много специальностей. Наверное, более 35 приемов у нас ведется по различным специальностям. Мы оказываем узкоспециализированную медицинскую помощь. На сцену пригласили участников конкурса «Врач года Республики Беларусь». Лауреатом второй степени в номинации «Врач-терапевт» стала заведующей неврологическим отделением учреждения здравоохранения Драгичинской центральной районной больницы. Районный невролог – это врач первичного звена, и на него оказывается большая нагрузка и большая ответственность. Мои домашние привыкли, что я в любое время дня и ночи готова встать и откликнуться на помощь нуждающимся. Наше отделение оказывает помощь пациентам неврологического профиля как общеневрологических, так и пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Это очень тяжелые пациенты, которые нуждаются в особенном подходе. Терапевты, реаниматологи, педиатры на страже здоровья жителей нашего региона стоят высококвалифицированные врачи с большим стажем. Для многих медицина – это и мечта, и дело жизни. Я хотела быть врачом еще, как говорится, с детства. Мне мама – врач, врач-психиатр. И поэтому мне вот с самого детства и уколы нравилось делать, и рецепты выписывать, и своих подруг, как говорится, лечить. Получаешь какое-то моральное удовлетворение и получаешь позитив от того, что вот эти детки родились. Ты их первыми увидел в этой жизни. А если они сами рождаются, если это кесарь, то ты первый принимаешь. Еще, как говорится, вот только вот ребеночек начинаешь, его извлекать, головка появилась, а он уже начинает кричать, еще весь полностью нейродиосы. И ты испытываешь, что у тебя переполняют такие эмоции положительные, что хочется и хочется идти на работу. Здоровье каждого человека в его руках. Но если это необходимо, врачи всегда придут на помощь.